Всем привет, ребята! Как и обещал, сегодня у нас будет выпуск с одной критикой. Только мне надо найти Колла, потому что я не знаю, куда он подевался. Борис, ты не видел Колла? О, нет, Бонди, я его не видел. Сэмми! Да, мой лорд. Сэмми, ты Колла не видал? Мой лорд, я точно знаю, что у нас в студии не водятся крысы, но вон тот серый хвост из-под кровати меня всё-таки смущает. Что? Колл, ты чё, под кровать залез, что ли? А ну-ка вылезай быстро! Нет, я не пойду! А ну-ка иди работай, у тебя тут 82 рисунка или даже больше. Что? Ты с ума сошёл? Нет, я не буду на них смотреть. А ну-ка иди смотри! Нет, там же половина как минимум не раскрашенные, у меня глаза сгорят. Я, наверное, сейчас кого-то за хвост вытащу. Ну ладно, ладно, не надо мой хвост трогать, иду. Ну и что мне вот это всё критиковать? Да, вот, давай, начинай, вот с этого. О, ну это годнота! Ну мамка, конечно, могла бы помягче трон для сына нарисовать. И, честно говоря, мне жалко Бориса и его странные ноги. Билл Бенди, ну всё-таки фишка Билла в том, что он жёлтого цвета, и всё-таки надо было бы раскрасить. О, ещё одна годнота! Единственное, что это у меня на макушке? Вот это заклочочек волос, я всегда расчёсываюсь. Опа-на, кто-то на обои скотч приклеил. Ай-яй-яй-яй-яй, мамка по жопе даст. Критику строгую, но у Бенди бантик, конечно, это перебор, по-моему, особенно кружок у бантика. И у девочки, конечно, не хватает теней, на кофточке вообще там она просто плоская такая. Я красивый, элегантный, в шикарном костюме, единственное, камеру бы надо было протереть, а то всё мутно как-то. Девочка, у девочки грудь явно нарисована не на своём месте, надо было пониже ей сделать, ну и не такую задратую. И, по-моему, правая нога не очень удачно получилась. В этом рисунке, ну, очень яркий фон, просто даже буквы не видно. Я не знаю, что это за животное, но оно красиво раскрашено и аккуратно нарисовано. И я думаю, это сходка в честь дня рождения Мэри Сью. Ну, красивые девчонки. Простенький рисунок, ничего критичного не вижу, но, конечно, надо делать складки на одежде, потому что у неё тень только на шее, на носу, на глазах, я вижу. А на одежде вот не хватает. Несмотря на то, что у этой девочки что-то течёт из глаз, мне она нравится, она очень симпатичная, у неё красивые кучерявые волосы. Но мне бы хотелось увидеть её всё-таки в цветном варианте. Так, ну что тут у нас ещё? Кривой трон. И я в шапочке, и на меня летит что-то такое большое, сейчас мне даст в лоб мяч, может быть. Ну, может быть, это, конечно, неудачно нарисованное солнце. Автор Соня, Соня, где ж ты ему нарисовала уши? Я понимаю, что он немножечко боком повернулся, но всё-таки его ухо, ну, явно не там должно находиться. И, кстати, пока мы далеко не уехали, скажу, кто обидится на мою критику, сразу пишите в комментариях. А кто со мной хоть немножечко согласен, ставит лайк. Так, по-китайски я не понимаю, но этому пацану явно надо перерисовать руки. Анжелика. Так, Анжелике надо сделать плечи, это как минимум, ну и потом талию можно сделать. Я съем всю еду, а ещё заодно прихвачу пачечку карандашей, тоже их съем, если этот автор будет так рисовать. Если этот автор хочет очень сильно критики, то правая рука Седнеса просто, ну, через чур длинная. И на Анти он тоже хочет критику, но у Анти тоже с руками небольшие проблемы, а так он выглядит просто классно. Если этот автор пытался нарисовать что-то страшное и ужасное, то у него получилось это на 5 с плюсом. Руди, который несет то ли кишки, то ли ремнём кого-то бить собрался, в принципе, неплохо выглядит. Но вот расстояние между его ногами какое-то странное. Кола ценит, надеюсь, конечно, у Кола же есть чувство юмора, Кола обожает такие рисунки. Особенно мне нравятся Бенди и Борис, они лучше всех получились. И если не ошибаюсь, это рисовала Софа, потому что она очень плохо фотографирует. Я бы чуть-чуть уменьшил шею Анти, а в остальном, ну, пойдёт. Ладно, я закрою глаза на эту клетку, которая там без всяких складок. Этому фиолетовому существу не хватает лица, потому что лица его вообще там не видно. А этому не хватает всё-таки тельца. Автор, ну, нарисуй его побольше, побольше, чтобы руки было видно, ноги полностью было видно. И сними-то ему эту дурацкую повязку. Так, это я так наскорую руку нарисован. Ну, в принципе, я себе нравлюсь. Рози и Вайни. Очень серьёзные ребята, с очень толстыми хвостами. А вот почему-то лапки им нарисовали маленькие. Мне кажется, всё-таки ноги надо было им побольше нарисовать. Бенди выглядит отлично, со своей шикарной широкой улыбкой. А вот кошке надо было бы голову как-то тени какие-то нарисовать, потому что у неё голова как будто бы недорисованная. И, конечно, бы хвост докрасить. Андрюша, бывший огурчик. Андрюша, ты что, рисовать разучился или это рисовал твой братик? Я не могу понять. После тех двух красивейших шедевров я просто не пойму, что с тобой случилось. Нет, ты только не подумай, что мне не нравятся эти рисунки. Они, конечно, мне нравятся. Они такие смешные и интересные. Просто странно от тебя получать такие рисунки. С Эднесу я поставлю пятёрочку за его красивые глазки. Борис великолепный. Борис, во-первых, сними корону, это моя корона. А во-вторых, мне интересно спросить, за что его в тюрьму-то посадили? За убийство Алисы, что ли? И надели ему тюремную рубашку. Критику откола, да ёлки-палки с буквой. И критика пишется. Но сколько же вас за это ругать? Ну ладно, Борис, Бенди выглядят отлично. Борис мне даже нравится. Он такой тут милый и безобидный получился. О, вот этот чувачок мне тоже понравился. Во-первых, он аккуратненько нарисован. А во-вторых, он совсем не страшный. Даже такой миленький. Критику, говорит она. Ладно, будем считать, что её рук я вообще не видел. Придерусь к тому, что шарфик неаккуратно раскрашен. Джаз Полика, окей, окей. Это более-менее нарисовано. Я знаю, этот автор рисует кривая коса. Но вот этот рисунок более-менее. А можно критику? Можно. Это замечательная, страшная Алиса. Ну, зубы можно было ей там ещё нарисовать. И волосы, конечно, поштриховать как-нибудь. Ну, вот равномерненько. Привет, рукожоп, я пришёл за твоими карандашами. Да, я съем твои карандаши. Все до одного. Если ты ещё вот так криво будешь рисовать. А ну-ка быстренько все начинаем стараться. Я не против любителей рисовать по клеточкам, но тут автор явно ошибся. На одной ноге три клетки, другая нога в две клетки. Может, это был эффект того, что он идёт, но всё равно, мне кажется, ноги должны быть одинаковыми. Здесь, конечно, много ошибок. Во-первых, это её огромная шея. Во-вторых, отсутствие плечей. В-третьих, почему-то у неё юбка с одной стороны закрашена за край. И в-четвёртых, у неё не видно лица. Надо было потемнее цвет для лица взять. У этой дамы фигурка выглядит отлично, можно сказать. Даже пальчики неплохо нарисованы, волосы. На лицо я её даже смотреть не хочу. Она просто ужасно выглядит. Хотя нет, я ошибся. Ужасно выглядит он. Ну, я не знаю, ребят, ну что тут критиковать? Ну, ни тени нету, ничего. Ну, страшненький он и всё. Аэм Секси Фиш. Ну, ты знаешь, Фиш тебе до секси, конечно, ещё расти и расти. У тебя, конечно, очень красивые волосы, я не спорю. Бантик красивый, шикарная чешуя. Ну, личика. Ну, даже личика у тебя ничего. А вот ручонки у тебя страшненькие. Апгрейд Бориса. Ну, чё, неплохой такой апгрейд. Пёрышки красивые. Ну, хвостик чё-то неудачно поштриховали. Симпатичный рисунок, но, по-моему, он откуда-то срисованный, конечно. И мне всегда был интересен вопрос, если у него голова, это череп, это кость, откуда вот эти вот примятые щёчки? Автор сел и начал рисовать. Он рисовал хорошо, всё нарисовал хорошо. Но вот ему осталось сделать линии вокруг рисунка. И тут что-то пошло не так, и он решил их криво-косо нарисовать. Алиса чернильный демон. Алиса выглядит просто отлично. Правда, она немного на пьяную похожа или на сумасшедшую. Но вот её рога мне нравятся. Робби. У Робби немного странная прическа и очень маленькая голова и огромное ухо. Я не шипер. Бенди прибежал к Сэмми жаловаться на хейтеров. Я думаю, Бенди бы так не сделал. Он бы забил на хейтеров и всё. Ну, в крайнем случае, утопил бы их в чернилах. Кол и Сэднос. Это что за порнография? И не стыдно вам такое рисовать? Ай-яй-яй-яй-яй. Посмотрев на лицо этой черепашки-ниндзя, я понял, его посадили на что-то очень холодное. И он хочет, чтобы его поскорее оттуда сняли. Критику, плиз. Когда этот автор начнёт уже раскрашивать, чтобы уже дать ему критику? Ладно, я закрою глаза на то, что это два извращенца. Но автор, ну лишние линии-то надо стирать. Если это рисовали Грэля из Тёмного Дворецкого, то я вам скажу, ну что это за безобразие? Ну, у него же шикарные красные яркие волосы. Он за счёт этого шикарно выглядит. Ну, не может он быть серым и бесцветным. Бенди Чернильный Ангел. Если это Бенди, то что-то он не очень на себя похож. Этот рисунок, по-моему, уже был. Он очень красивый, разноцветный. Ну, в принципе, я поставлю пятёрочку с минусом. Потому что вот зелёное, синее, там ещё жёлтые глаза, по-моему, были. Слишком уж много цветов. Так, человек хочет услышать, как он рисует. Человек, ну, в принципе, рисуешь ты неплохо. Вот этот вот второй рисунок. Там Бенди неплохая фигурка. Ножки такие интересные. Кошечка это тоже интересное. Тебе осталось только начать раскрашивать. И кое-где следить за тем, как ты рисуешь сжим руки. Потому что они бывают слишком длинные, либо слишком короткие. Сори, что не по теме, ничего страшного. У нас тут большинство все не по теме. Так, ну к чему тут можно придраться? Ну, я думаю, что почти ни к чему. Кроме того, что эта девочка как-то сидит странно. Непонятно, то ли она на крыле у него сидит, то ли вообще где она там сидит. Красивая, необычная кошечка. Вроде все неплохо. Но единственное, вот эта точечка вместо носика как-то не очень выглядит. Все-таки можно было ей носик уже дорисовать. В этом рисунке весь упор был сделан на волосы. Но я все равно заметил ее страшненькую мордочку. Бенди единорог в юбке. Ну, это атомная смесь, я бы сказал. Единственный лучик света в темном царстве. О, кто-то любит литературу читать. Мне нравится эта разрисовка, очень шикарно выглядит. Этого мальчика я видел, и он был тогда еще с двумя глазами. Автор, верни глаз ребенку. Эйр, Эйр потрясающий, красивый. Единственное, что у него белого брюха нет. И бантик тоже красно-зеленый, но это ерунда. Я надеюсь, что это не я, а моя сестра. Мне нравится интересный стиль. Вот только плечи у нее почему-то так плохенько заштрихованы. Еще один я. Да, по-моему, слишком много меня что-то рисовать стали. Но мне это нравится. Ласт Кросс. Ну, вы знаете, вот на ласт он не похож. А знаете почему? Потому что он не раскрашенный. Но ласт он фиолетовый, голубой и яркий. А этот черно-белый. Катеринка. Мне интересно, что она показывает. Она ручку держит? Или это послание куда-то? Эм, еще один мой портрет. Ну, что поделать? Ну, любит меня человек. Отлично ты рисуешь человек. О, еще раз та же самая черепашка-ниндзя со странным выражением лица. Теперь ее прислалили к холодному камню. Альфина, не издевайся над животными. Трэд. Ну, Трэда я видел и в лучшем варианте, конечно. Но, в принципе, тоже неплохой рисунок. Особенно мне нравится эта куколка Бенди. Ой, ешкин кот. Что это за Буратино? Или это уже сын Буратино современный? Вот с головой мне все понятно. А вот что дальше тут происходит, я вообще не понял. Вот вижу одну руку. Вот это вроде посередине вторая рука. Или это даже девочка. За крылья извините. Но это странно, конечно, что крылья у нее из, простите, заднего места растут. А так, в принципе, она неплохо выглядит. Отличная прическа. Талии ей не хватает. Коришка, 18 лет, любит петь. Сила огонь, злая добрая сторона. Ну, вот что-то у доброй стороны глаз куда-то съехал. Вообще просто упал. Так, я уселся на плечи какому-то странному существу. И еще при этом сплю. Ну, во-первых, у меня есть шея. Но это ладно, не особо-то косяк. И, во-вторых, хотелось бы очень знать, что это за существо. У него очень красивые волосы. Это Тед, брат Билла Шифра, полмужской расы, демон. Рисовала один час. Бенди, можно я уволюсь? Не-не-не, Кол, давай вот тебе конфеты смотри с твоей физиономией. Продолжай, продолжай. Ну, ладно, отличный брат Билла Шифра. Еще один я красивый. Софа попробую рисовать без обводки. Мне просто интересно, что у тебя получится. Нельзя говорить о внешности девушек. Алиса, ну про тебя-то уже много чего сказано. Ну, а как мне говорить о ее внешности, например? Ну, грудь ей подправить по-любому надо. И ей бы давно поразгонять к стоматологу. Ну, прям бегом, бегом, немедленно беги к стоматологу. Ну, вот о ее внешности можно ничего не говорить. Она выглядит отлично. А вот эта дама, да, мне нравится больше. Потому что после такое ощущение, как будто она на солнце выцвела и потеряла цвет. И груди, наконец-то, и поправьте уже. Ну, что это за безобразие? Так, а эта шалунишка зачем-то прицепила себе пластырь на щеку. Хотя, может быть, это и есть щека. И ей бы, пожалуй, надо плечи пошире. И я не совсем понял, это у нее уши или бантик. Потому что, если это бантик, то он должен быть намного ниже. Потому что ее хвостик явно находится ниже. Еще одна юная леди кучерявая. Но плечи. Автор, обрати внимание на ее плечи. У нее шея почему-то влево уехала. Даша похлопала Бенди по плечу. Даша, осторожно, на тебя могут напасть поклонники Бенди. Критику не знаю на что, на Бенди или на Салют. Вот мне нравится и Салют, и Бенди у нее такая интересная мордашка получилась. Бенди на русском языке. Но что-то парта, конечно, огромная. И у парты явно ножка сломалась. Ну и покрасить надо было поаккуратней. Ласт кол или колян. Ага, уже моего брата рисуют. Критику. Ну плохо видно, автор. Но обводочка хорошенькая. А вот самого его-то и не видно. Я любила тебя, кол. Удалить ее? Нет, ни в коем случае. Она же меня любила. Еще один Бенди от Надежды. Ну, Надежды я не понял. Это у него нос там посередине или рот, или что это такое. А так мне нравится, как он выглядит. Медсестра Энн из Крипипасты. Вы знаете, ребята, если бы я лежал в больнице вдруг со сломанной ногой и с двумя сломанными руками, например, и ко мне зашла бы медсестра Энн, я бы выздоровел просто мгновенно. И просто испарился с палаты. Так, ребятки, быстро говорите, кто работы не раскрашивает, иначе добрых слов от меня больше не дождетесь. Нет, ну я так не скажу. Выгляжу я тут, конечно, устрашающе и очень красиво. Но я добрый. У меня, смотрите, шея улыбается. Видите, улыбка на моей шее. Я думаю, на сегодня достаточно критики. Вся остальная критика, которую мы там недособирали, будет в следующих выпусках. Но все, котята, я надеюсь, на меня никто не обиделся. Если кто обиделся, ты будешь мыть полы вне очереди вместо Сэми. Да ладно, тут народ напрягать кол. Все, ребятки, всем спасибо за внимание. Спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. Кто не согласен с колом, пишите, почему не согласны, зачем не согласны. Можете даже сами кого-то прокритиковать. Было бы интересно, как бы вы прокритиковали чей-то рисунок. А наша передача на сегодня заканчивается. Всем желаю удачи, хороших выходных, хорошего настроения и всего-всего самого лучшего. Пока, ребятки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok